Добрый день, дорогие радиоуслушатели, в эфире Политинформания на волнах радиостанции Народная волна Русская Радио Чикаго. Ее ведущие Геннадий Брумер и Эдуард Брумер. И сегодня у нас в прямом эфире очень интересный собеседник, общественный деятель России, адвокат и в последнее время очень известный видеоблогер Марк Фейгель. Марк, добрый вечер. Приветствую вас, приветствую. Добрый вечер. Добрый вечер. Я бы хотел еще сказать нашим радиослушателям, чтобы вечером, сегодня, они включали свои компьютеры и смотрели Марка видеоканал, YouTube-канал, который называется Фейгель Лайф, Потому что на нем, как я вижу, я сам почитатель вашего YouTube-канала Марк, выступают очень-очень хорошие эксперты, и Михаил Крутихин, и профессор Соловей, и известный журналист Яковенко. Если вы, дорогие наши радиослушатели, хотите знать все, что происходит в России, в политике, в экономике и в Украине, то подписывайтесь на канал Марка Фейгена, Фейгель Лайф. И мы начнем с первого вопроса, как говорится, из первых уст, что происходит сейчас в Москве и в России в связи с коронавирусом, вот этой большой эпидемией, бедой, которая надвинулась на мир. Как вы это видите, вот из первых уст, что бы вы хотели сказать нашим радиослушателям? Вы знаете, ну вот сегодня было выступление Путина, он продлил карантинные мероприятия, выразимся так, потому что это не называется карантином впрямую, до фактически конца апреля месяца. Хотя оговорился, что до этого, значит, он сделал пять рабочих дней уходными, а вот теперь уже до конца апреля и была оговорка о том, что, значит, возможно, этот срок прервется и если изменится ситуация, то закончится он раньше. В отличие от Соединенных Штатов, все-таки есть разница, в России это не только борьба с эпидемией, с ней, конечно, в первую очередь. Но это еще и вполне последовательная линия руководства России на то, чтобы ужесточить режим не только эпидемиологический, санитарный режим, но и политический режим. Потому что, вы знаете, это все застало не только эпидемия коронавируса, но и, так сказать, экономический кризис застало за конституционным процессом. Мы его тут называем антиконституционным переворотом, но конституционный процесс стоит в том, что фактически с 15 января, когда Путин выступил перед Федеральним собранием, он предложил изменение Конституции, поправки. Их большой набор этих поправок был, большие дискуссии были по их поводу, мало чего значащие. А главное прозвучало, самый канун принятия этих поправок, уже во втором и третьем чтении в Нижней Палате Федерального Собрания, Государственной Думой, Терешкова такая, известный космонавт, на девятом десятке дама, предложила обнулить сроки пребывания Путина на посту президента, то есть первого лица, должностного лица в России. И таким образом дав ему возможность после 2024 года, когда стекает его второй теперь уже срок полномочий, баллотируется снова на два срока, а сейчас по Конституции и этот срок сохраняется уже 6 лет. Таким образом в 2024 прибавить 10-12, ну соответственно у Путина появляется возможность до 2030 года находиться на этом посту. И поэтому вот эти карантинные мероприятия так называемые, они особенно еще и тем, что вообще говоря, в отличие от Запада, в отличие прежде всего от Соединенных Штатов, они сопровождаются разного рода политическими маневрами со стороны Кремля. Для того, чтобы максимально укрепить власть, единоличную власть Путина и не допустить никакого возмущения по финалу, когда вообще с эпидемией справятся. Но вот с экономическим кризисом не факт, равно как и с таким всенародным одобрением поправок. На 22 апреля прежде предполагалось провести так называемое всенародное голосование. Это не референдум, потому что закона референдума толком нет, который должен формально был одобрить эти поправки, хотя они и без этого в соответствии с Конституционным Законом приняты уже по процедуре Федерального Собрания, то есть Соответственно Государственной Думы и Совета Федерации, потом двумя третями субъектов Российской Федерации законодательными собраниями одобрены. И после этого президент Путин подписал эти поправки, вот с этим обнулением, о котором я вам выше сказал, и после этого еще и попытался себя хеджировать решением Конституционного Суда, куда поступил запрос о конституционности этих поправок, и Конституционный Суд подтвердил их конституционность, таким образом дав Путину, открыв эту возможность, баллотироваться снова и снова в 2024 году. И парадокс заключается в том, что первичность здесь, конечно, борьба с вирусом, потому что есть большие опасения относительно заболеваемости, особенно в Москве, в Москве огромная агломерация, 15 миллионов человек, но повторяю, некоторые действия можно считать избыточными. Конечно, как и все страны, тут закрыты границы на выезд и въезд, но одновременно здесь используют Росгвардию, силы, которые формируются для подавления внутренних беспорядков. В общем, закон наделяет именно этой функцией Росгвардию, это бывшие внутренние войска, если вы не знаете. Их почти 400 тысяч, 400 тысяч в России, и вот на них будут возложены функции по предотвращению разного рода бунтов и так далее. А бунты возможны, и вот почему. Вот в Соединенных Штатах, например, программа борьбы с коронавирусом, она предполагает помощь, которую Трамп запросил у Конгресса и получил одобрение, на 2 триллиона 200 миллиардов долларов. Это же гигантские цифры, а в России ноль. Имеется в виду, что большая часть этих денег пойдет на адресную помощь конкретным рядовым обывателям в Америке. В России вот уже второе выступление Путина не предполагает ничего, ни одной копейки. Все эти функции по обязательствам государства, социальной защиты и все остальное возложены работодателями. А в России та специфика, что дееспособны, платежеспособны работодателями являются только государственные организации, учреждения, компании, а таких много. Но в значительной части, особенно в Москве, людей задействовано в сфере малого и среднего бизнеса. И вот эти компании уже на грани банкротства огромных числов, потому что сфера услуг, сфера гостиничного бизнеса, авиасообщений, туристическая сфера. Услуги в области ресторана и так далее, и так далее. Вот это все лежит практически. А на работодателя возложена обязанность выплачивать вот этот вынужденный нетрудоспособность, так сказать, каникулы, так называемые, своим работникам. Возможностей этих нет. И поэтому, повторяю, в отличие от Соединенных Штатов и ряда Западных стран, аналогичная программа есть в Великобритании, в странах ЕС, здесь никому ничего не выплачивает. Вы должны сидеть дома. Мало того, сейчас обсуждается форма, как заставить людей находиться в этой... У нас здесь употребляет сервис самоизоляция. Вот чтобы вот эта самоизоляция, значит, сопровождалась ограничительными мерами разного рода. То есть, вы не можете покидать свое жилище под страхом штрафа, а то и, так сказать, более серьезных наказаний. Но, правда, значит, на уровне субъекта федерации Москвы мэр Собянин принял уже соответствующие нормативные акты, по которым предусмотрены штрафы. Но пока их широко не распространяют. Здесь была дискуссия по поводу QR-кодов. То есть, грубо говоря, все граждане вот эта 15-миллионная Москва для того, чтобы выходить по социальным нуждам от выголов собак до покупки продуктов и аптеки, должны получать на сайте Мосру, так называемом, это сайт мэрии Москвы, получать соответствующее разрешение. То есть, это двусторонняя такая, двухканальная история. Вы просите разрешение, вам его дают, вы скачиваете QR-код в свой смартфон, с ним выходите, и полиция, если патрули вас задерживают или, так сказать, останавливают, вы должны преддемонстрировать этот QR-код, который считывается, и на нем есть вся информация, зашитая в этот QR-код относительно того, почему и какое разрешение получили для покидания места жительства. Вот тут сейчас пока эти решения не приняты, но они уже анонсированы. Если они будут приняты, совершенно очевидно, что будет несколько последствий подобного рода решения. С одной стороны, это, ну, как бы личное банкротство. Очень многие люди в России на социальной грани находятся абсолютно. Понятно, ладно, компании, но и люди, в общем, абсолютно не обладают той степенью, той возможности защиты. У них нет сбережений, у них нет возможности их пополнять, у них нет больших счетов банковских и так далее. Но вот просто уже кризис длится достаточно давно. А, во-вторых, есть совершенно очевидное политическое ущемление прав. Ну, вот я его вполне себе вижу, и многие из недовольных, я отношусь к коронавирусным диссидентам. Я как раз считаю, что меры принимаются не совсем правильно, мягко говоря. Не только, кстати, в России, но все-таки. В России в более острой степени это имеет значение, поскольку в России все-таки у нас здесь диктатура. А в Америке какая-никакая все-таки демократия политическая. Поэтому вот эти последствия политические, они заключаются в том, чтобы не допустить никаких возмущений, бунтов против, в общем, сохранения единоличной власти Путина на долгие-долгие годы. Вот мое мнение. Марк, такой вопрос. На фоне тех событий, которые происходят в России, да, многие политологи, многие люди, которые занимаются тем, что в России происходит, отслеживая ситуацию, занимаются конспирологией. И вот какой у меня вопрос. Пару дней назад перед, значит, флагом, так очень даже официально выступил Дмитрий Медведев. Неожиданно для всех, я думаю, для вас в том числе. У меня вот такой вопрос, как бы, может быть, два вопроса, но в один заключенный. Является ли Дмитрий Медведев на сегодняшний день сбитым летчиком в политике? И что означает его вот это выступление? Как вы думаете, это выступление было согласовано с Путиным или это его личная инициатива? Ну, я бы скажу свою личную оценку. Во-первых, Дмитрий Медведев кретин. То есть, этот человек кретин, это не даже ругательная какая-то характеристика. Это кретин, потому что он не отличается большим умом. Действительно, ни на посту премьер-министра, ни на должности, замещенной в результате рокировки главы государства. Он на ней пребывал четыре года, с 2008 по 2012 год, я напомню. Не отличался большим вообще умом. А сейчас его просто-напросто задвинули в непонятную должность заместителя главы Совета безопасности. А я напомню, там есть представитель Совета безопасности, им является Путин. Есть еще секретарь Совета безопасности, Патрушев. Вот тот фигур очень влиятельный. Он представляет силовой блок с группой таких же, как он, там Иванов, ряд других. Они действительно обладают большим влиянием на Путина. Это такая силовая группировка, которая вообще хочет... Давайте режим ЧП введем и все передадим в Москве в руки военной администрации гражданской. Режим ЧП это предполагает. Ну, там комендантский час и все такие прелести. Так вот, я думаю, что Медведев... Не то, чтобы он как-то специально согласовывал это. Я думаю, ему поручили прорабатывать какое-то направление, какие-то вопросы, связанные с этим. В его заявлении, понимаете, конспирология, она выглядит амикошомски. Это не такая серьезная, так сказать, фигура, которая могла бы выдать что-нибудь такое совершенно несусветное. Что там коронавирус в пробирках вырастили в Пентагоне или в ЦРУ. И специально, значит, Китае в своих интересах дали старт ему распространения по миру. Нет, это конспирология другого масштаба. Она не такая завиральная. То, что Медведев абсолютно не является ключевой фигурой и значимой фигурой в этих раскладах, это абсолютно точно. Он не относится к серьезной фигуре внутрисилового блока, но и блока системно-либерального, который там представляет в основном экономический блок правительства России, часть администрации вместе с Кириенко. Ну и некоторые семейные, очень влиятельные лица, еще прежние, так называемые семьи Ельцина. Он где-то между всеми ними находится. Понимаете? Поэтому я бы серьезных оценок, потому что, говорит Медведев, не давал вовсе. Тем более, когда он выступил совершенно неожиданно, с какими-то комментариями, там скорее были сдержанные такие язвительные отзывы на разных уровнях. Потому что здесь, поскольку нет публичной политики в обычном для Америки, например, понимании, тут нет такого, чтобы какие-то вещи открыт, транспарентно обсуждались. Но здесь есть все-таки интернет, есть борьба вот так пресловутых башен на уровне, не знаю, там телеграм-каналов, всякого рода сливных источников. Вот здесь этой оценки однозначны. Медведев фигура, которую придавать значение его словам не стоит вовсе. В продолжении разговора, Марк, ваш хороший собеседник, профессор Соловей, и есть еще такой эстонский политолог Виедла, если я правильно произношу, они говорят о том, что Путин серьезно болен. Кстати, смотря на Путина, вот последнее время он действительно выглядит как-то не бодро, как-то не очень хорошо. И вот сразу тоже как бы в одном флаконе два вопроса. Правда ли это, ну, в каком-то проценте, то, что Путин может быть болен, хотя вот Соловей он как бы говорит, но не хочет до конца идти. И они говорят многие о влиянии возросшим как преемников Собянина, мэра Москвы, и руководитель директора внешней разведки Сергея Нарышкина. Как бы вы могли описать, во-первых, эти две личности, могли бы они, ну, в какой-то ситуации, может, вот сейчас, возглавить страну, и действительно ли есть проблемы со здоровьем у президента России? Ну, вы знаете, ну, конечно, мы с Валидович Соловьем в очень хороших приятельских отношениях, и там, то, что он у меня достаточно часто выступает на канале, это выражение именно этого. Но другое дело, что я далеко не со всеми выводами согласен, хотя в этом, понимаете, нет никакой, как вам сказать, ну, такой какой-то конспирологической составляющей. Дело в том, что Путину 68 лет в этом году исполняется, не то, чтобы он там плохого здоровья, о нем этого не скажешь, он вообще лишен дурных привычек, он там не курит, мало пьет, это его хорошо известно, постоянно отдыхает. Он, кстати сказать, две трети времени проводил в Сочи, там, на яхте между несколькими своими резиденциями. Сказать, что у него есть факторы, которые как бы сильно отрицательны в идеале на его здоровье, я бы вот так не сказал. А слухи о его нездоровье я слышу уже на протяжении так добрых лет семи. Вы знаете, с 12-го года я слышу о том, что у Путина что-то плохо. Причем разные версии менялись. Кто-то говорил о том, что это последствия ряда операций блефоропластики, которые он действительно делал. Хотя я не представляю, какие уж такие серьезные последствия для здоровья будут от подтяжки кожи, я просто не думал, что такое возможно. Многие говорят, что у него какие-то раковые заболевания, якобы эндокринные системы. Но, повторяю, это все слухи. Их выяснить, установить точно нельзя. Возможно, что эти сливы делаются из самого Кремля сознательно, с Лубянки сознательно для того, чтобы провоцировать некоторые настроения и смотреть за их реакцией. Понимаете, вот как раз-таки преемники, которые, быть может, реагируют на подобного рода сливы, они, возможно, начинают действовать как-то более неосмотрительно. Может быть, это для этого делается. Я бы не стал утверждать. Просто, понимаете, какая вещь, здоровье Путина – это государственная тайна. Вы, может быть, не знаете, особенно в последний визит в Париж 9 декабря, где проходило совещание в нормандском формате с участием, соответственно, глав Франции и Германии, ну и Украины. Германии Зеленского, он ездил со своим туалетом, причем это заметили, и оказалось, что он уже не первый раз ездит за границу со своим туалетом. Причем, почему это действительно так? Потому что он сам Путин, может быть, месяца за три, за четыре до этого визита, говорил о том, что иностранные спецслужбы собирают биоматериал. Вы, слегка, в интернете найдете его это заявление. В говне извлекают какие-то частицы, исследуют и определяют состояние его здоровья. Поэтому, возможно, скрывая, так сказать, свои выделения таким образом, Путин пытается скрыть и какие-то заболевания. Можно ли через вот такой анализ установить наличие полного спектра заболеваний? Я не знаю, я не медик. Но, возможно, что он носит этот передвижной туалет именно для того, чтобы, так сказать, ну, там, вот это вот все не попало в руки иностранных спецслужб. Я думаю, да, под этим может быть какое-то основание, что ему есть что скрывать. Но что это, мы не знаем. Я не знаю. То есть, у меня такой достоверной информации просто-напросто нет. Марк, в двух словах. А еще приемник. Я не говорил про приемника. Да, да, да. Вы назвали Собянина и Нарышкина. Да. Вы знаете, я думаю, главным и единственным приемником Путина абсолютно точно является сам Путин. Вот его приемник это сам Путин. И поэтому передавать кому-то власть, причем с таким расчетом, чтобы она продолжила себя как, так сказать, путинская власть, я думаю, такого приемника у него нет. Во-первых, и тот, и другой, и Нарышкин, и Собянин не намного более младшие его, значит, люди. Они в возрасте за 60. Поэтому говорить о том, что это какие-то молодые приемники, ну, честно говоря, мне так не кажется. Что касается всех этих кручений вокруг Путина и создания вот этой нервозности относительно транзитовой власти, я повторяю, под этим нет никаких оснований. Путин не собирается никого делать своим приемником. Единственный его приемник это он сам. Во всяком случае, он не считает, что до тех 82 лет, до которых он может сидеть до 30-го года, что ему хоть что-то угрожает, и ему нужно думать о приемке. Во всяком случае, мы этого ничего, признаков этого не видим. Это все только домыслы. Спасибо, Марк. Мы сейчас уходим на рекламу и потом продолжим наше интервью, нашу беседу. Оставайтесь у ваших радиоприемников. Спасибо. Мы возвращаемся в программу политинформания и продолжаем беседу с нашим гостем, известным адвокатом и общественным деятелем Марком Фегином. Хочу напомнить нашим радиослушателям о его очень интересном YouTube-канале Фегин Лайв. Поэтому включайте, так как все сейчас дома, включайте ваши компьютеры. Заходите, слушайте у него очень интересные собеседники. А сегодня он у нас собеседник. Марк, у меня к вам такой вопрос. Вы меня слушаете, да? Да, 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 конечно. Оппозиция. Что на сегодняшний день такое оппозиция в России и ваше личное отношение к Алексею Навальну? Ваше мнение, его плюсы и минусы? Ну, что касается оппозиции как некой политической субстанции, то она уже какое-то время, сложно сказать какое, но она разрушена. И это, конечно, в исключительной степени результат давления власти, репрессий, карательных мер. Я думаю, что пиком, может быть, вот был прошлый год, когда летом была предпринята попытка баллотироваться в депутаты Московской городской думы каким-то количеством оппозиционных деятелей. В основном группирующие вокруг Алексея Навального. У меня, например, супруга, она тоже депутат муниципального уровня. Нет вообще ничего, никаких полномочий. Она тоже имела планы баллотироваться в Мосгордуму. Ну, там был просто изначально металлический ворот поставлен. Да, от оппозиции, естественно. Там не было никаких шансов, так сказать. И, собственно, мне кажется, что вот это огромное давление, которое испытала оппозиция после событий лета 2019 года, они окончательно организационную структуру разрушили. Сейчас организованных каких-то групп, серьезных, я уж не говорю, там в несистемном поле, юридически оформленных, тем более их нет. Их нет. Вот у меня выступает часто на канале бывший министр Андрей Нечаев. Я когда-то был депутатом Государственной Думы, а он был министром в Гайдаровском правительстве. Я был в выборе России в 93-95 году парламентарием. Вот он возглавлял последнюю зарегистрированную такую относительно оппозиционную партию, значит, партию вот этих перемен, вот, она прежних гражданской силы называлась, в которой участвовал Дмитрий Гудков, но вот ее лишили регистрации. Поэтому в выборах принимать участие как полноценное обедение они не могут. Очень условно таким можно считать яблоко, партию яблок, которая регистрация обладает, но, собственно, находится практически на положении, ну, такого изгоя внутри политической системы. И, несмотря на то, что она принимает участие раз за разом в выборах, так сказать, в условиях отсутствия института выборов, ничего она добиться, конечно же, не может. Что касается Алексея Навального, вы понимаете, ну, это вот такая форма существования оппозиции, индивидуумов отдельных. Вот, Навальный, безусловно, лидер, несомненно, самая значимая фигура в русской антивласти, я бы так это назвал, антивласти, потому что есть власть, антивласти. Потому что властью сейчас является все. И системные партии, так сказать, всякие ЛДПР, КПРФ и так далее, все СМИ и так далее. А вот на антивласть это отдельные фигуры, отдельные личности, там, от Навального до его ФБК, какие-то YouTube-каналы, какие-то, значит, люди, которые, там, типа Михаил Светов, который вот сейчас известный, такой либертарианский политик, организовал новые движения, ну, состоящие двух с половиной человек. Потому что организационные формы полноценные невозможны. Но вот люди есть, я бы так сказал, люди есть. Что касается Алексея Навального, я его знаю очень давно. Просто очень у нас с ним такие хорошие отношения, ну, приятельские, даже не приятельские, а скорее, ну, товарищеские отношения по политической оппозиции. Потому что я прошел все, так сказать, значимые политические организации, которые создавались, умирали, там, с нулевых годов. Не говоря уже, там, 90-е, это совсем другое время было. Вот. Алексей Навальный находится под огромным давлением, просто гигантским давлением, потому что он, ну, вот, постоянно вынужден маневрировать между тюрьмой и, скажем так, отъездом. И поэтому, конечно, его фонд «Борьба с коротким» делает очень многое. Это очень полезная работа, но это не работа в пользу, там, захвата власти, достижения целей по, так сказать, получению рычагов в этой власти. То есть, любая оппозиция нужна для того, чтобы в этой власти добиться мирным путем, несиловым путем добиться власти в Путинской России невозможно. Пора это уже окончательно констатировать. Поэтому те индивидуумы, которые представляют собой некую, от фронды, да, от критического отношения к власти до, так сказать, людей политического класса, которые, там, неважно, хоть там Касьянов какой-то бывший премьер, который политической деятельности активно и не ведет, но он есть, такие вот, много таких фигур. В какой-то момент они могут объединиться, не обязательно с Навальным или без, но скорее с Навальным, чем без него, и создать некую протоструктуру. Вот шанс у такой протоструктуры есть. Она была, она называлась КС-оппозиция. Я вот принимал активное участие в событиях 2012 года, я тогда еще был адвокатом, защищал Пуссерайт, но я одновременно был там участником. Федеральный политсовет движения «Солидарность», который фактически почил в БОЗе, что называется. И тогда вот был опыт создания Координационного совета оппозиции, я вот в нем не принимал участие, потому что меня не устраивало количество и персонали, которые вошли в него. Но мне кажется, сейчас время подходит, когда вполне может быть события сами в 2020 году, экономический кризис, коронавирус, сошедшиеся вместе и плюс вот этот антиконституционный переворот, могут дать второй шанс. Могут дать, в принципе, надежду на то, что вот эти индивидуумы соединятся вместе, их там десятки людей и так далее, и смогут каким-то образом сорганизовать всякое возмущение, прежде всего социальное, людей, которые с неизбежности рано или поздно вывалят на улицы. Потому что социальное положение таково, что существовать в 140-миллионной стране, в одной восьмой части суши на планете, в таких условиях, в которых существуют они, невозможно. Абсолютно и совершенно невозможно. Поэтому я думаю, что у российской оппозиции шансы впереди, я бы так сказал. Потому что позади брать из этого багажа, который был, почти нечего, понимаете? То есть создастся нечто новое. Ну, а в конечном итоге, если говорить о перспективах, я считаю, что ничего не вечно, в принципе, и Путин не вечно. Но главная опасность у него внутри самой этой власти. Не внутри оппозиции, которая вне этой власти, а внутри самой власти. Марк, такой вопрос. Известно, что частью действующего режима является такой засадный полк из пропагандистов. Мне бы хотелось ваше мнение знать о части пропагандистов, например, супруги Скобеевы, Соловьев, вот эти вот, которые сейчас находятся. И Шенин, да. И вообще, может ли коронавирус нанести вот такой вот удар по российскому телевидению, в частности, естественно, пропагандистам? Потому что, как я понимаю, государству сейчас будет очень сложно выделять те огромные деньги, средства, которые вот до этого времени выделялись. Как вы смотрите на это, ваше мнение? Ну, я вам сразу скажу, что вот дети будут умирать, да, на них денег не будет, на их лечение, а деньги на пропаганду будут всегда. Этот режим, его несущие конструкции, важнейший, главнейшей конструкцией, наряду с силовой, является пропагандно. Поэтому на них, на Скобеевых, Поповых, Соловьевых, так сказать, Киселевых и Шенинах деньги будут всегда. Всегда. Потому что, повторяю, это главная несущая конструкция всей этой опоры вот этого режима, да. Не будет пропаганды, он рухнет. Дело здесь в том, что надо отдать должное власти, отдать должное Путину, вообще всей этой вот кремлевской, значит, автарки, что они очень расположены к современным технологиям именно в этой части, в области пропаганды. Они не только на телевидении, они и в интернете. Они используют и западные технологии очень активно, не искупятся, платят за это деньги. Ну, Russia Today, вы посмотрите, это же... Ну, вы можете с кем сравнить, чтобы где-то вообще финансировалось в таком объеме в огромном числе стран западных, прежде всего, конечно, не только, но, прежде всего, в них корпунты, целые телевизионные каналы, понимаете, информагентства, спровождающих работу, гигантские совершенно вливания в миллиардах долларов. Там бюджет по 30 миллиардов рублей, но это полмиллиарда долларов по году. Это основной только бюджет для Russia Today. Это всего лишь только Russia Today. Это как бы каналы на иностранного вещания, так сказать. Это то же самое, что было при СССР и навещании, понимаете. То есть, оно полностью сверху донизу, конечно, контролируется спецслужбами, и в нем работают только спецслужбы в корпупунктах. Это в основном, так сказать, сотрудники СВР и так далее. Но этому уделяется самое серьезное внимание, и на это денег не жалеют. Что касается вообще кризиса телевидения, то он носит всеобщий глобальный характер. Ну, грубо говоря, почему люди по всему миру перестают смотреть телевизор, смотрят YouTube-канал или, не знаю, в интернете смотрят что-то? Ну, потому что ты можешь выбирать. Это максимальная свобода. Там тебе показывают, и ты и должен смотреть, что канал показывает. А тут ты хочешь, нажал кнопку это, хочешь это, хочешь это. И в этом смысле, конечно, у интернета больше перспективы. Но, особенно острый этот вопрос именно в России. Почему? Потому что в Америке это вопрос технологии, это вопрос выбора, еще чего-то. А в России это вопрос цензуры. Потому что телевизионные и СМИ, и вообще СМИ в России, они все подцензурные. То есть, это в прямом смысле цензура. Которая формально, конечно, к институту запрещена, но по сути это цензура, и не что-то другое. Значит, это черные списки, это запрет на темы, это табу на фамилии. Там Путина нельзя, так сказать, вообще ни в каком плохом контексте употреблять. То есть, это все штука такая, которая тянет вниз очень сильно. И все эти каналы абсолютно убыточны. И первый канал там испытывает гигантские проблемы. Понятно, что эти проблемы вызваны кризисами вечными, экономическими. Но, тем не менее, они все равно продолжают существовать. Их руководство продолжает существовать. Эти журналисты получают гигантские средства. Поэтому просто так, путем конкуренции свободной, эти каналы не победить. Потому что они живут за счет налогоплательщиков. За мой счет живут Скобеева и Попов. Понимаете? То есть, грубо говоря, если бы это были свободные условия, мы бы на дорожку нагаривая встали, надели бы вот эти беговые специальные бутсы, шиповки, а меня только прибили гвоздями. Вот беги и конкурируй с ними. А они бегут дальше. Поэтому перспектива тут такая, что надо будет, их переведут всех в интернет и засыпят деньгами YouTube и так далее. Созданут новые площадки. То есть, они на это будут реагировать. То есть, вы считаете, Марк, что интернет не обрубят в связи с тем, что их переведут в интернет? Вот эти опасения, которые существуют. Смотрите, они могут это сделать. Они могут сделать нечто подобное китайскому фаерволу. Создать собственный интернет. И у них уже есть эти технологии. Они их отрабатывают. Значит, отрезать себя от всемирной паутины. Создать внутри России свой интернет. Но вы знаете, честно говоря, даже они, какие бы они ни были узурпаторы, они прекрасно понимают, что технология обгоняет любого рода запретительные меры. Да? Ну, грубо говоря, ты пытаешься оградить от всемирной паутины, а ее через спутники начнут раздавать. Раздавать этот интернет Илон Маск. И что ты тогда будешь делать? Поэтому тут они будут маневрировать. Они будут смотреть, как и что. Конечно, в интернете среда более-менее свободная. В интернете ты можешь действовать, говорить и распространять информацию свободно. Собственно, почему развивается мой канал? Ровно потому, что, я говорю, там у меня даже собеседники некоторые, такие же, которые ходят там на Эхо Москвы, ходят там на РТВА, на какие-то каналы, но где-то еще допускают дозировано кого-то присутствие. Но разница в чем? Что у меня нету цензуры. Люди могут говорить все, что они пожелают. У них нет никаких ограничений. Они даже могут использовать ценную лексику. Не потому, что она нам так нравится, нецензурная брань, а потому, что это вызов всей этой казенщине, так сказать, лексической казенщине, чтобы интернет был абсолютно свободной средой, чтобы не было никаких табуированных тем, никакой цензуры, никаких запретов. И поэтому канал-то смотрят с участием все тех же Крутихиных и Соловьев и так далее, которые в принципе, или Нечаева, которые появляются даже на федеральных каналах. Только потому, повторяю, что на них есть свободный обмен информацией. Вот это очень важно. А что касается пропагандистов, ну, вы знаете, это люди совершенно без совести, без стыда. Например, я пытался судить с этой Скобеевой по полу, они меня называли уголовником. Я ни разу не судим никогда, ничего. Но принято считать, что давайте будем говорить, что Фейгин он уголовник. Когда у меня была поездка в Америку, я там ездил с коллегами, встречался в Сенате, в Конгрессе. Вот они, значит, я выступал в Атлантик-Консил, и вот они, значит, устроили телемост с руководством Атлантик-Консил, где кричали, зачем вы пускаете вот этого уголовника. Знаете, как поменяли Кроволана на Буковскую, знаменитую хулигану на Кроволана. Вот. Это все бесполезно. Это люди абсолютно, так сказать, Штрахеровского такого типа. Понимаете, это вот типичный Штрахер, это какой-нибудь Феркишер Белбахтер в лучшие свои дни, что называется, да, в конце 30-х, в начале 40-х. Это люди, которые просто, с одной стороны, работают за деньги, цинично абсолютно, с другой, они ни перед чем не остановятся. Вот все, что можно делать, вот степень методички, скажут, давайте есть детей, они будут пропагандировать именно это. Поэтому коронавирус никак на их положении отразиться не может вообще. Вот. Влияние коронавируса, экономической ситуации с падением цен на нефть и так далее, никак вообще. Марк, такой вопрос ближе к вашей основной профессии адвоката. Он заключает вот в чем. Недавно, пару недель назад, в программе «На троих» выступала актриса Юля Аук, она и общественный деятель, и ей задали вопрос, по поводу люстрации. Если вот власть, будем так говорить, в какой-то момент поменяется, нужна ли в России люстрация? Почему ей задали вопрос? Потому что ей сказали, что вот после Советского Союза это не было произведено, поэтому мы там, там, где мы, как говорится, сейчас и находимся, да, то есть бывшие ГБшники, они вернулись во власть. Так вот, на ваш взгляд, как может быть, адвоката, общественного деятельа, нужна ли люстрация, если вдруг власть поменяется и будут ли люди нести ответственность за то, что они делали в России вот эти последние годы? Ну, послушайте, это такой вот эманентный элемент любой революции, который не осуществился в 91-м году только, исключительно, потому, что те, кто, в общем, инициировали все эти перемены, конструктивные силы внутри самой КПСС, они не могли допустить люстрацию, тот же Ельцин, потому что он должен был бы сам аннигилироваться в этом итоге, по итогу, да, потому что он сам был частью этой системы, и поэтому, собственно говоря, для него, а я знаю просто из первых рук от людей, которые предлагали ему, Буковский в этом участвовал, покойный, и вот мой приятель, отец Глеб Якунин, они разрабатывали такой проект, значит, люстрационный, но он был каким-то необычным, это надо было быстро осуществлять, буквально в течение нескольких недель после августа событий, вот, Ельцин напрочь, твердо, жестко от этого отказался, и предлог был, ну, он там озвучивался с помощниками Совета, там Бурбулес в это вовлечен был, что нет, 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 ну, шо, как, кого, мы должны сами тогда уйти от власти, как же мы от власти уйдем, вот, я считаю, что именно тот тип революции, который совершился, но это были революционные события в девяносто первом году, не позволял, так сказать, осуществить эту иллюстрацию только потому, что к власти пришли не люди не с улицы, а из тех же кабинетов, так или иначе, понимаете, вот, новая революция, если она в России возможна, то она должна привести людей совершенно новых, с улицы, никак не связанных с прежней системой, это очень важно, другое дело, что перспективу все-таки имеют внутри самой власти люди, которые уже имеют эти властные рычаги, которые они могут использовать для перемен, убрать Путина, поставить хорошего Шольгу, ну или там еще кого-нибудь, знаете, там, буду мыть, что-нибудь, это недостаточно, это не приведет ни к какому результату, все вернется на круги слоя, только радикальная смена с иллюстрацией, отстраняйте к леди, людей, тех, кого не посадят, потому что очень многие совершили преступления в отношении Украины, коррупционные преступления, но даже те, кто имели отношение к системе, это, конечно, сотни тысяч людей, они должны полностью до конца своей жизни быть устранены от любого права занимать государственные должности или даже баллотироваться в выборные органы, они не имеют права заниматься никакой государственной политической деятельностью, это единственный путь, потому что опыт Чехии и Польши, он даже более умеренный в этом смысле, он неприменим в России, поскольку глубина падения куда больше, понимаете, опыт несвободы так велик, что другого выхода, кроме как иллюстрация всех этих людей, а многих из них это просто посадка, прямая посадка, эти люди должны сидеть в тюрьмах, спасения другого нет. Я вот, кстати, являюсь инициатором многих проектов, аналогичных миротворцу, сейчас мы дорабатываем, ну, ряд коллег делается проект, я как бы идеолог этого проекта, создание иллюстрационного списка, вот, сейчас мы его запустим уже в апреле месяце и там будет как в Википедии, люди сами будут добавлять людей, экспертный совет будет проверять, ну, там не допускаю вандализма и всего, кто эти люди, что они сделали и так далее. По типу, их отворились, да? Да? Понятно. Марк, и в конце у нас завершается передача, у нас остается где-то 4 минуты, поэтому может быть немножко сжато. Короткий вопрос, что для власти весомей, люди или нефть в данной ситуации? Нет, но для власти весомей сама власть, которая есть все, объемлят все, и деньги, и нефть, и подневольных людей и так далее. Нефть не цена сама по себе, да? А нефть цена только теми возможностями, которые она дает, да? Вот сейчас она мало чего стоит и еще неизвестно, как все повернется. Нефть в минусовой цене, в минусовой ценовой категории. Но может это изменится. Если в этом как бы метафорически говорить, то, конечно, для них важнее всего это их гидонистические интересы, личные, персональные. А что их обеспечивает? Подневольные люди, которые на них горбатятся, или нефть, которую она продает, они продают на запад и выручают за это деньги. На них роли не играет. А тогда уже последний вопрос. И тоже, как бы, у нас остается сколько там, две-три минуты. На ваш взгляд, учитывая историю России, учитывая то, что происходило в последнее время, способна ли Россия, будем так говорить, вот при нашей жизни, да, я не говорю, там, через сто лет, через пятьдесят лет, там, быть абсолютно демократическим государством или, к великому сожалению, не способна. При том, поколении, которое сейчас живет. Я, знаете, как вам отвечу? Я не уверен, что Россия в целом, а не какая-то из ее частей, способная на то, чтобы еще при нашей жизни стать демократическим, свободным, цивилизованным государством. Может быть, какая-то ее часть такой станет. Понимаете, Россия в прежних своих масштабах в прежних границах может и не сохраниться в результате всех этих перетурбаций двадцать первого уже века, там, конца второй, первой четверти этого двадцать первого века. И вполне может случиться, что будет какое-то государство демократическое на обломках России. Так же, как, между прочим, на обломках СССР возникли демократические государства в Балтии, пожалуйста, в Грузии отчасти, конечно, со всеми, так сказать, превходящими, в Украине. Поэтому я не исключаю, что какая-то часть России такой станет при нашей жизни. В нашем городе живет очень много людей, выходцев с Украины, да? Ван, на ваш взгляд, это может быть тоже, как бы, уложиться в эти три минуты, может быть, это у вас получится. Может ли у президента Зеленского получится что-то с экономикой Украины? И коротко о президенте Зеленском, как о политике, на ваш взгляд? Нет, у президента Зеленского ничего не может получиться, потому что он политиком не является. И он им так и не стал, и не мог стать. Вот это очень важно понять. Потому что Украина находится в таком положении, а я очень хорошо знаю ситуацию в Украине, так сказать, с эстаблишментом, очень близко соприкасаюсь с украинским, поскольку я был адвокатом по украинским кейсам самым основным, от Савченко и Сущенко, от Эльмио Мирова и многих другим, Мустафу и Джамилева. Я вам скажу, что нет, это не дано Зеленскому, потому что еще помимо его личности, комика, артиста, может быть, очень неплохого, искренне желающего Украине процветания. Я в этом не сомневаюсь, Эльян Зеленский в этом искренне. Проблема только в том, что ему еще и достался период такой в истории Украины, в котором он, как вот такой человек, может быть, и искренне желающий, так сказать, процветания в своей стране, в силу отсутствия профессиональных способностей не может этого реализовать. Ему не дано отрезать. В более спокойной обстановке у него был бы шанс. Но не вот сейчас, вот в этом ужасе, понимаете? По-моему, он демонстрирует абсолютную беспомощность, на мой взгляд. Марк, большое спасибо за ваше интервью. Мы надеемся, что оно не последнее и что у нас будет возможность с вами еще раз поговорить. Мы желаем вам здоровья в первую очередь, желаем вам удачи и успеха вашему каналу. Всего самого наилучшего. Еще раз спасибо. Спасибо вам большое. Спасибо. Спасибо.